здравствуйте друзья мы их сани вели осматриваем домики которые на продажах и вот перед нами вот этот беленький красавчик буровичок вот я вам показываю просто окрестности соседей ветрено сегодня как-то вот этот дом что мы знаем про него свет что не знаем ничего не знаем друзья идем внутрь ну что заходим в дом ой вот тут красиво смотри ну так обставлено красиво так вот и закрашен краской камин когда-то там красными кирпичами светился горка такая в нашем стиле все красиво тут видимо какой-то наклон участке даже не знаю как объяснить но вот почему-то мы тут на высоте оказались немножко вот у нас тут внизу участочек ну да к нему тут ступеньки давайте может быть спустимся такие деревья большие такие масла ты я бы сказал это как-то не без листвы вот тут мило как бы два уровня что ли получается вот здесь какая-то жизнь и там еще сверху сейчас посмотрим посмотрим просто чтобы вы видели тут крыша такая металлическая навес барбекюшница закрыта пойдем в дом что вот кухня так она по-своему милая очень приятно да дом приличного размера тут где-то сейчас мы глянем 2630 скверфутов 5 бедромов 3 bathroom и хотят они за него что-нибудь такой почти 2800 сейчас мы глянем где-то до миллион восемьсот они хотят за этот дом вот мы вниз попали вот наконец-то нашелся уровень так вот мы попали на землю можно сказать спустились тут туалет санузел но друзья тут есть еще что-то такое неожиданно еще вниз можно спуститься пошли еще вниз ты смотри как закопались люди дорог тут опять же еще туалет вот душ туалет как такой цокольный этаж можно сказать хотя слышно здорово когда люди там сверху ходят тут можно сказать такой bedroom давайте так из уголка bedroom такое ощущение что как-то отдельно их сдают что ли может быть как-то даже не знаю я пока не понял так тут мальчиковое что-то он смотрите да вот вполне такое как бы нормальное помещение давайте посмотрим относительно земли как мы относительно улице на каком мы свете ага ну вот можно сказать что земля у нас тут под окном но может быть один фут ниже чем окно вот так закопались закопались и что-то еще здесь вот за этой дверью тоже интересно ага ну тут кладовочка я не знаю вот ну да вот мы свет зажжем тут кладовочка лучше иметь кладовочку чем не иметь интересное какое сооружение это господи то есть надо осмыслить друзья это надо осмыслить у нас есть еще один уровень тут дом в четырех уровнях получается так есть еще один уровень вот тут туалет такой в традиционном стиле так так строили лет 50 назад и 60 тоже так спальня видимо мастер bedroom с туалетиком да 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 сам узлом тут какой интересный дом я такое ощущение что здесь китайцы живут судя по мебели очень интересно так в туалете мы были до продолжаем движение сюда тоже довольно большая спальня хорошая покажу хотя нет судя по картинкам вполне белые люди это уже американская мебель это видно хорошо ну что же скрипит все ну что пошли вниз и все посмотрели ну что светлана давай делись ну что делиться в 60-е годы идея по строению бейсмента была популярна и очевидно эта идея пришла с восточного побережья дико каждый дом менту из того же принято это принято причем когда дом строит этот бейсмента нам финиш и жильцы то есть не отделки нет отделки нету там просто ходят коммуникации трубы там хитрый обычно и жильцы уже имеют если желание у наших друзей в коннектику где тоже был бейсмент который не был финиш но они там сделали получился у них еще одна комната они очень красиво все сделали но в принципе это конечно когда покупаешь дом в котором есть уже построенное место да вот то ты имеешь возможность положить немножко слушай сделать там когда они говорили что в доме там столько-то скверфутов она все включено это не то же самое что вот просто более того за счет того что он так построен вот сразу тут поднимаешься по ступенькам поднимаешься по ступенькам но спускаешься потом еще поднимаешься то есть так вот с этими ступеньками получается и нет толпы обрати внимание на сколько миллион восемьсот это дело но тут 2600 вместе с бейсментом и бейсмент и считай половина его так сказал что 2 600 нужно поделить сначала попал потом еще четверть от этого то есть ну да да с частями сложно то есть вроде бы много скверфутов но в общем да и качество такое да ну а делу ночь просто я как человек который строил бейсмент я понимаю что можно было сделать красоту конечно если бросить и так без всякого для пацана нормально там да но во всяком случае если и взрослый ребенок который можно отделить с выходом на улицу это большое дело ладно свет спасибо